Так, меч кирку взял, телефон тоже, и огромное количество изумрудов я, естественно, взял. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и у меня для вас подгон, подарочек, и называйте как хотите, сюрприз. Но пока что рассказывать о нём не буду, я расскажу о нём буквально через пару минут, так что слушайте это видео внимательно. Просто сейчас я убегаю, меня уже ждёт житель-продавец. Компот, ну ты скоро там? Да-да-да, житель-продавец, уже бегу, извини, просто с подписчиками нужно было поздороваться. О, здорово, ребят, давно не виделись. Да-да-да, ребят, кто не помнит, это житель-продавец, у меня есть целый плейлист с роликами про жителя-продавца, это житель, который у меня постоянно чё-то продаёт, и в этот раз не исключение. Да, сегодня я хочу продать Компоту... Тихо-тихо, житель-продавец, не говори, не говори, я хотел устроить подписчикам сюрприз небольшой. Ааа, понял-понял, нифига ты им сюрприз решил устроить, круто, конечно, ну ладно, пойдём. Всё, да, пойдём, что ж, ребята, я включу камеру, когда буду уже у сюрприза. Так, Компот, давай, дубай-дубай, осталось совсем немного, мы почти пришли. Я уже это вижу, вот он. Да, Компот, что ж, представляю твоему вниманию дом игрока, который забросил Майнкрафт ещё очень давно. Да, ребята, именно это мой сюрприз для вас. Сейчас объясню, в чём же заключается сюрприз. Вы, наверное, скажете, Компот, а что за сюрприз? Я вижу просто разваленный дом, который весь тут прогнил, рассыпается, вон у него даже фундамент уже полопался. Но погодите, погодите, я ещё не договорил, в чём сюрприз заключается для вас. Да, дом сейчас в плохом состоянии, но в этом-то его прикол, потому что игрок, который раньше играл в Майнкрафт, построил этот дом, и, если я не ошибаюсь, на версии Майнкрафта 1.0. То есть, представьте, он его построил и забросил. С тех пор больше не заходил в Майнкрафт, хотя очень активно в него играл. И вот житель-продавец выкупил его где-то там у кого-то, и теперь перепродаёт мне за 2 стака и 32 изумрудов. Да, Компот, поэтому, пожалуйста, плати мне и дом твой. Ну что ж, житель-продавец, забирай изумруды, пожалуйста. Что ж, Компот, а это твой ключ, поздравляю с покупкой. Спасибо большое, житель-продавец, спасибо тебе огромное. Всё, не буду мешать, пока. Пока, житель-продавец, пока, удачи тебе. В общем-то, вы меня правильно поняли. Этот дом теперь ваш. И прямо сейчас вы можете открыть описание под этим видео, найти ссылку на скачивание этой карты и скачать её. Да, ребята, я дарю вам этот дом. Но, естественно, в таком виде я его не хочу вам отдавать, потому что, ну чё за бред? Он весь тут заросший, весь такой страшный уже, какой-то поломанный. Поэтому прямо сейчас я буду приводить его в порядок, чтобы вы тут смогли нормально обустроиться. По-моему, это крутой подгон для подписчиков, потому что, по-моему, ещё никто не покупал дом для своих подписчиков в Майнкрафте. Так, ладно, открываем двери. Шикарно. Теперь нужно как-то пройти через лианы и паутины. Давайте попробуем это сделать. Давайте пробираемся. О, шикарно. И офигеть, конечно. Этот дом в очень печальном состоянии. Он практически весь разрушен и весь сгнил. Посмотрите на это. В печках абсолютно... Опа, что? Ребят, минуточку. Тут в печке... Тут в печке какие-то предметы. Офигеть. Я честно говорю, я... Я... Что? Я думал, это дом без приметов, хотя... Блин, я что-то даже об этом реально не подумал. Грок-то не заходил в этот дом уже очень-очень давно, а житель-продавец просто мне его продал, даже не открывая. То есть я, по сути, первый человек, который сюда зашёл спустя долгое-долгое время. И следующими, ребят, будете вы, если скачаете эту карту. Рекомендуемая версия 1.12.2. Советую заходить с неё. Без модов я спокойно всё сделаю, спокойно всё перенесу и... Офигеть. Так, хорошо, давайте по порядку всё смотреть. Тут у нас, значит... Точнее, у этого игрока была зачаровальня, плавильня и крафтилка. Йо, кофемашина. Он, видимо, любил попивать кофеёчек. Так, ладно, идём дальше по коридору. Тут выросло дерево. И офигеть, конечно, она полностью пробила крышу. Вот что, значит, природа забирает своё. Тут мы уже спалили. У него, видимо, была ферма тростника. Просто раньше на версии Майнкрафта 1.0 не было никаких вот этих вот популярных ферм. Знаете, тыквы и прочее-прочее. Выращивали две вещи. Это тростник и кактусы. Всё как бы. Другого не дано. Так, обходим аккуратно это дерево, как бы мне тут ничего на бошку не свалилось. И пойдёмте вот сюда. Что у нас тут? И... Вау! Смотрите на это! Тут какая-то комната с очень старым компьютером. Капец, я таких компьютеров лет сто не видел. А это что? О! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это, ребята, велосипед одноколёсный. И кажется, я его забаговал в паровозике деревянном. Так, ладно, у нас тут есть сундук. В сундуке... О, в сундуке всякие игрушки. Окей, я понял. Это, видимо, играбельная комната. Тут нужно играть. Типа, тут есть и игрушки, и компьютеры. Всё тут и есть. В принципе, комната прикольная. Так, ладно, закрываем дверь. Капец, все двери скрипят, потому что никто сюда давно не заходил. Так, эта комната заросла. А тут что? Моя спальня. Ну, давайте зайдём сюда и... О! Серьёзно? Он что, угорает, что ли? Пёс, ты вообще как? Алё, с тобой всё нормально? Ребят, я в шоке. Всё это время тут сидела собака и ждала этого игрока, который вышел давно из игры и забросил Майнкрафт. Ты прикиньте, она до сих пор тут сидит и ждёт этого игрока. Блин, я надеюсь, что вы, ребят, позаботитесь об этой собаке. Ну, кто-то из вас хотя бы позаботится об этой собаке, заедет в этот дом, покормит её. Ну, в принципе, я её и сейчас сам покормлю. Только погодите, что тут? О, тут рычаг какой-то у нас. Странно. Отчего он? Опа. Ребята, а тут какая-то дыра. А что будет, если я сюда рычаг поставлю? И ничего не произошло. Так, погодите. Это что-то какие-то там движения в соседней комнате. Давайте-ка я сломаю эту паутину, разрублю там лиану и зайду в соседнюю комнату. Посмотрю, что тут у нас происходит. Тут у нас блоки. Воу, реально блоки. А тут что? Еда, реально еда. Капец, так тут всё в блоках, тут всё заставлено чем-то. Смотрите, фрукты тут лежат. Чё, переработанная руда тут лежит? Блин, офигенно. Тут реально видно, что выживал какой-то игрок. Но, естественно, забросил Майнкрафт. Так, что это такое? О, видимо, вот эта дыра, которая была в соседней комнате. А это что у нас? Это у нас... А, это типа у нас душа. Это туалет сидела. Опа, тут ещё какой-то рычаг. Что будет? Если нажму... Ой, полилась вода! Тихо, 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 тихо. Полилась вода, ребят, полилась вода. Давайте попробуем убрать её отсюда. Так, тихо. О, всё, вроде шикарно, вроде убрал. Капец, тут и так всё прогнило. Ещё я сейчас тут воду разлил, и этот дом сейчас вообще растворится. Короче, вы меня поняли? Опачки. Кажется, я понял, от чего был рычаг в той комнате. Видимо, отсюда. Тут какой-то подвал типа есть. Ну-ка, давайте спустимся и посмотрим, куда он ведёт. Так, тихо, тихо, спускаемся и... А, тихо! Пауки! Ёма, пошли вон отсюда! Да и уходите отсюда, пошли вон! Не надо, не надо! Э, 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 э! Тихо, 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 тихо. Они сейчас не ползут за мной, надеюсь, что не поползут. Тихо, 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 пожалуйста. Пауки даже... Э, 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 э. Так, я вроде отхилился, и давайте замочим финального паука. Ёма, да отстань ты от меня! Ты чё такой живучий? Ты чё такой живучий? Всё, шикарно, я его вроде замочкарил. О, тут свинозомби ходят. Опасненько здесь. И смотрите, тут есть портал в ад. Я так понимаю, тут игрок выращивал на рост вот этот вот. Смотрите, прикольно. Портал в ад, свинозомби не место. С свинозомбиями я бороться не очень-то и хочу. А тут что? Вау, а тут шахта! То есть, прикиньте, этот игрок копал ещё шахту. Но я туда вниз спускаться не буду, оставлю это интригой для вас. Короче, всё, ребят, я полностью... Да господи, отстаньте от меня, свинозомби тупые! Всё, вроде сломал всю паутину, давайте обойдём этих свинозомби. Короче, обзор на этот дом я сделал. Я вам показал, как он выглядит, как он выглядел. Тут вообще не ступала нога человека ближайшие лет 10 точно. И я был первым игроком, который зашёл сюда спустя долгое время. Потому что игрок забросил этот свой дом вместе с Майнкрафтом. И прямо сейчас я буду его расчищать. Только мне нужно позвонить в специальную службу, чтобы мне доставили специальные всякие штучки. Там, знаете, блоки на замену, лопаты, кирки нормальные, алмазные и прочее, и так далее. Поэтому я вернусь, как у меня всё будет. Итак, всё, вроде мне всё приехало. И я готов расчищать этот дом для того, чтобы вам удобно было здесь выживать. И первое, с чего я начну, это уберу всю лишнюю траву. Её тут слишком дофига. Так, всё убрал, всё лишнее, всю траву, лишние цветы. Потому что потом я сделаю всё нормально, всё по красоте. В этом мне можете довериться. Взял новые ножницы, и теперь я буду убирать лианы. Потому что, ну, просто весь дом зарос. Та-дам! Я всё это сделал. Теперь мы всё очистили снаружи. Время очищать всё внутри. Для начала хочу сломать всю паутину. Надо же, это было намного проще, чем я думал. Вся паутина убрана. И, кстати, надо собачку покормить. Собачка, собачка, собачка. Ну-ка, держи. О, красава, съела целый стейк. А, ещё будешь? Ещё. Эй, собачка, видимо, больше не ходит. Ну ладно, положу вот сюда вот. Так, так как я внутри убрал всю паутину, теперь нужно заделать все ямы. Например, снаружи и внутри. Смотрите, во-первых, я хочу у входа сделать красивую тропинку. Знаете, такую гравивую, обычную тропинку в разнобое. Чтобы это сделать, я вот так вот выламываю рандомно блоки. И теперь устанавливаю сюда гравий. Вот сюда, допустим, ставим гравий. Вот так вот ставим гравий. Сюда, вот ещё вот сюда поставим гравий. И так далее, и тому подобное. Вот, получается уже такая красивая гравиевая дорожка. А вот это вот мы сломаем всё лишнее. И эта земля нам также потом пригодится. Я просто хочу, чтобы вокруг ландшафт тоже был довольно-таки красивый. Смотрите, мы берём теперь и заделываем эту яму. Всё, яма заделана. Теперь мы также сделаем дыру, которая вот здесь. Так, цветочек сариан, придётся тебя сломать. Всё, яму заделали. И теперь нужно убрать яму вот здесь. И как-то сейчас разобраться с этим деревом. С одной стороны, его нужно срубить, потому что чуть-чуть такое посреди коридора растёт дерево. Но с другой стороны, блин, это дерево уже настолько плотно впечатло из жизни этого дома. И это так, как бы, не знаю, прикольно, что ли, выглядит. Поэтому мы его как-то обыграем, но чётка попозже. Для начала я хочу также разобрать эту земляную кучу, которая тут, видимо, образовалась как-то, не знаю, ветром. Её надуло сюда или что-то типа этого. И всю эту землю перекинуть сюда, чтобы, ну, нормально, чтобы фундамент этого дома не развалился. Сейчас я это всё сделаю. Кучи больше нет, кучи, которых под сундуками я решил пока что не ломать, потому что она мне ещё пригодится. А вот это вот я сейчас буду разламывать и засыпать тут всё землёй, потому что, ну, это рано или поздно 100% обрушится. Поэтому нужно, естественно, укрепить тут фундамент. Та-дам! Вот что получилось. Так, теперь нужно убрать всякий непонятный мусор по типу сена. Зачем кому-то вообще сено сейчас нужно? Поэтому его убираем, оно здесь не нужно. Лавочка тут она, ну, ладно, пока что оставим, потом ещё что-нибудь другое заменим. Тут ещё одна куча из земли, но она, в принципе, никому не мешает, тем более тут дерево растёт, поэтому трогать её не буду. Не, ну дерево тут, конечно, смачно и круто смотрится. Я только что придумал, что с ним можно сделать! То есть, ребята, я предлагаю вам там построить дом на дереве, это гениально, сейчас я лестницу принесу. То есть, условно, смотрите, вы сюда вот так вот ставите лестницы, поднимаетесь повыше, вот тут вот, о, господи, я сказал, повыше, вот тут вот уже начинаете ломать блоки. Так, давайте сломаем этот блок, сломаем вот этот блок и вот этот вот блок, и всё, и вот тут вот вы уже можете начинать строить свой домик. Я там ничего трогать не буду, это творческое место для вас, только сейчас я вот тут всё лишнее сломаю, заделаю дыры. Ну, а прямо сейчас я буду делать всю самую скучную работу, а именно удалять сгнивший булыжник, удалять сгнившие доски и ставить всё нормально. Поэтому я к вам вернусь, наверное, через минут 30. Ой, ребят, я это сделал, короче, я полностью всё тут поменял, это было невероятно тяжело, у меня сломались все инструменты, теперь мне придётся использовать обычные железные. Я тут подобавлял окна в некоторые места, например, в игровой комнате было очень темно, где тростник рос, тоже было очень темно. Но я подобавлял поэтому сюда окна, поэтому когда вы будете играть, так сказать, помните, что я вам окна добавил. Вот, смотрите, я тут всё абсолютно поменял, теперь это всё выглядит вот так. По поводу потолка, я специально это делаю на видео, смотрите. Я хочу сделать тут стеклянный потолок, чтобы была такая, знаете, панорамная красивая крыша, чтобы в коридоре всегда было светло раз, и дерево было видно, и домик на дереве, и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот так вот делаем тут всё из стекла, вот так, вот так, и тут тоже всё полностью перекрываем. Вот так красиво у нас получается. Теперь давайте пройдём по комнатам. В основной комнате я не буду ничего менять, просто потому, что так должно быть. Так построил игрок, и единственное, что я тут не меняю в доме, это как стоят предметы и планировку, чтобы вы сами всё это поменяли, потому что этот дом для вас, это мой подарок для вас, моя задача просто привести его в хорошее состояние. Дальше, ферма тростника, она прекрасно работает, тут теперь свет добавился, вообще всё будет шикарно. Домик на дереве вы построите, это без проблем. Игровая комната теперь освещена, теперь красивая и вообще шикарная. Дальше, моя спальня, собака сытая, как говорится, ну сундук отсюда можно убрать, хотя не, оставлю всё так, как должно быть. Так, что у нас дальше? Сундуки. Ну сундуки, кстати говоря, можно переставить, можно, знаете, сделать какую-то типа стеклянную... Стеклянную что? Стекля... Погодите-ка меня. Ребят, это чё за комната такая? Эм, что? Погодите, я впервые вижу это... О, господи! Ё-моё! У меня чуть сердце не остановилось, это что такое? Офигеть, тут секретная комната была? Я даже и не догадался, ребят, посмотрите. С этой стороны окно. Погодите, а с той, что было? Я, я, я серьёзно говорю, я не видел. И окна сюда не выходят, тут ничего не... Вот, тут секретные окна, капец! Вот они, да офигеть! Я даже этого не заметил! Блин, жесть какая, капец, это надо всё исправлять. Так, ребят, знаете, что я решил? Я всё-таки оставлю эту комнату секретной. Специально для вас вдруг вы решите тут что-то спрятать. А вот по этому сундуку вы так вот будете удобно подниматься. Блин, это просто гениально. Только теперь нужно картину назад повесить, чтобы всё было красиво и беспалевно. Во! Блин, капец, я даже не догадался, серьёзно вам говорю. Так, подвал я трогать не буду, там всё нормально, там злые свинозомби сидят. И по большому счёту всё. Так вот эту вот дыру надо заделать. У меня как раз-таки есть блок на эту дыру, шикарная. Ванна работает, всё у нас отлично. А, опять воду разлил. Ну и финальная часть, как я и обещал, я хочу вокруг дома посадить цветочки, чтобы всё было красиво. Почему ромашки? Да всё очень просто. Меня зовут Роман в реальной жизни, поэтому ромашки, как говорится, логикой я особо-то сильно не руководствовался. Хух, ну вот я всё, в принципе, и сделал в этом доме. Абсолютно всё. Теперь я могу ломать сундуки, потому что всё, как бы, я всё абсолютно сделал. Надеюсь, вы оцените мои старания лайком. И да, я хочу вас предупредить. Из-за того, что я сделаю эту карту на ванильной версии Майнкрафта без модов, то некоторые предметы из модов пропадут. Вот, например, кофемашина. Но я обязательно сделаю ей какую-то интересную замену, чтобы вы понимали. Ну как бы, ну чтобы всё красиво было, да? Поэтому обживайте этот дом, пишите в комментариях, что вы где тут поменяли, что вы где построили. Вот я бы, например, если бы тут жил, наверное, эту комнату сделал бы не зачаровальнее, а как раз-таки спальнее. А там где-нибудь засунул зачаровальнее. Ну, короче, вы сами решаете, как изменить этот дом. Потому что я дарю его вам. Теперь вы владелица этого дома. Вот такой вот небольшой подарок я сегодня решил организовать своим подписчикам, поэтому ссылка на скачивание находится в описании. А с вами я прощаюсь, ребят. Не забывайте ставить лайки. Всем удачно, спасибо. Всем пока, ребята.